День уличных торговцев, можно сказать, не задался. Все они давно были предупреждены администрацией рынка о том, что к концу недели необходимо освободить тротуары и дороги вокруг рынка от торговых лавок, иначе они будут ликвидированы сотрудниками правопорядка. Так и произошло ранним утром 6 февраля, когда продавцы только начинали раскладывать свой товар. Давай! В последнее время очень сложно пробираться по улице Вардания. Она практически вся загромождена различными лотками, лавками, в которых торгуют овощами. Мало того, здесь стоят еще и огромные фуры, они затрудняют движение транспорта. Руководство Центрального рынка не раз обращалось в администрацию города с просьбой, чтобы власти обратили внимание на этот беспорядок. Вся эта торговля, которая проходила здесь, из-за нее возникало много проблем, касаемо ГАИ, то есть происходили заторы от улицы Вардания. Она была практически непроезжей, потому что заехав на эту улицу, нужно было около 40 минут, вы представляете, чтобы два квартала объехать занимало столько времени. Во-вторых, что касается законности самой торговли, у людей не было никаких разрешительных документов. Кроме того, никто из торговцев не имел никаких санитарных справок. Свой товар они выкладывали практически на земле. Импровизированный рынок разросся и охватил все тротуары улицы Вардания. Жители ближайших домов с трудом могли добраться до своего жилища. Сами же торговцы отреагировали на ликвидацию их рабочих мест неоднозначно. Торговцев понять тоже можно. То есть они торгуют здесь не от хорошей жизни, и у них тоже как бы их судьба заставила здесь торговать. То есть, когда мы с ними общались на эту тему, мы им говорили, все же можно было сделать в законном русле. То есть у вас есть возможность заниматься какой-то торговлей, нужно было обратиться в соответствующие органы, получить необходимые документы, и затем обратиться в администрацию рынка центрального, которые бы в свою очередь предоставили им торговые места под тот вид товаров, который у них был. Но продавцы так не поступили. Они продолжали занимать своим товаром всю улицу, потому в отношении них пришлось применить санкции. Также были убраны с задней стороны рынка грузовики, с которых велась оптовая торговля. Им предоставили места на республиканском стадионе. Туда же перенесли стоянку автобусов, ту, что располагалась по улице Имама Шамиля, розничным торговцам. Также предложили альтернативу. Для людей, занимающихся розничной торговлей, были предложены места на территории центрального рынка. То есть это второй этаж и первый этаж. Данными мероприятиями мы освободили тротуар, попытаемся улучшить движение автотранспорта, так как будет меньше интенсивность, останавливаться люди не будут для покупки товаров. Это все создает неудобства для остальных граждан. Многие продавцы не хотят уходить с привычных мест. Для некоторых из них это единственный способ заработка. Мы работали по улице Вардания. Оптом брали, в оптовом перепродавали. Потому что мы, я сама мать троих детей, воспитывая своих детей без работы. И этим я кормила своих детей. Нас оттуда прогнали. Утром наш мер мне сказал, ради бога, я тебе без работы, не оставляй, иди на стадион. Пришла сюда, здесь стоят фуры. Недовольны реформами и пассажиры автобусов, которые теперь с тяжелыми сумками идут от рынка к республиканскому стадиону. Нам очень трудно, далеко. Нужно тащить. Мы с деревни приезжаем что-то покупать. Я, например, сейчас ничего не смогла купить. Оттуда сюда тащи. Для тех продавцов розничной торговли, которые не хотят занимать свободные торговые места на втором этаже рынка, его администрация обещает построить флигель на территории республиканского стадиона. Амилия Сатурян, Науран Клаб, Абаза ТВ.